Истец на долю в квартире умершей Веры Павловны Ефимкиной. То есть, ну, так скажем, наследодателем у нас является Вера Павловна Ефимкина? Ефимкина. Она умерла. Я находилась на иждивении у Веры Павловны. И... Вы находились на иждивении? Да. Я сейчас объясню всё. Ага. Получилось так, что, ну, как бы у меня судьба так сложилась, что... Я отбывала срок, вот... В местах лишения свободы были? Да, пять лет в местах лишения свободы. Освободилась и бомжевала. Потому что у меня сгорел дом, и погиб в этом доме муж. Угу. Остались без жилья, да? Да, я осталась без жилья, без рослых, без всего, короче. Вот. И бомжевала по вокзалам, жила, в общем... И вот судьба свела меня с Вер Павловной. Это добрейшей души человека. Она подобрала меня с вокзала, привела домой. Вот. Поселила у себя. Я жила с ней всё это время. Была у неё на иждивении. Она меня, ну, как бы... Ну, в общем, это добрейшей души человека. Она потом ещё бабушку приютила, у которой... Которую родственники выгнали из дома, и у неё ноги отказали. И я как бы... Я ухаживала за бабушкой. Мы жили на пенсию Веры Павловны, 25 тысяч. Я работать не могла. Ну, бабушка без ног. А вы почему не могли работать? У меня куча болезней. У меня куча болезней. Диабет, печень, поджелудочная... У вас установлено? Это чем-то подтверждено? Инвалидность установлена? Да, да, у меня есть документы. Установлена. Так, хорошо. Передать. Вы все проживали в квартире, которая принадлежала Вере Павловне на праве собственности. Да, да. Так. Вера Павловна умерла. Вера Павловна умерла. И я знаю, что... И у неё наследников не оказалось. Никого она... Вот через месяц, месяц назад вот у неё остановилось сердце. И я знаю, что вот по закону мне как бы полагается, как иждивенцу, прожившему больше года в этой квартире, мне полагается всё-таки доля в этой квартире. Но я также знаю, что Вера Павловна, значит, оставила квартиру своей, ну, якобы подруги. Якобы. Якобы подруги. А что значит оставила? Завещала? Она мне завещала квартиру. Мы с ней сорок с лишним лет всегда вместе, как родные сёстры. Угу. То есть она завещала её ответчику, и вы просите... Ну, как бы считаете, что вы имеете право на обязательную долю в этом наследстве. Как лицо, находившись, да, не являясь наследником указанных в законе семи очередей, но как лицо, находившееся на иждивении у наследодателя, и проживавшего с ним последний год, поскольку вы нетрудоспособны, считаете, что имеете обязательную долю, право на обязательную долю в наследстве? Да, я, ну, как бы, должна инвалидность была получить, но у нас же легче умереть, чем получить какую-то инвалидность. Но вот сейчас я собрала все документы, я тоже их могу представить. Вот у меня здесь свидетельство о регистрации. Так, мне, значит, копию завещания, свидетельство о смерти. И давайте документы. У вас какие ещё там документы? Страховой полис она мне сделала, прописала меня. Вы были зарегистрированы? Я была зарегистрирована, конечно. Временно зарегистрирована. Временно зарегистрирована. Да, ещё полгода у меня регистрация. Но временно, да? Не постоянная была регистрация? То есть регистрация, так называемая, по месту пребывания, да? Позиция ваша понятна сюда? Пожалуйста, Ольга Дмитриевна, иск не признаётся. Ваша честь, я не согласна с эфицией. Я считаю, никак ей нельзя выделять эту долю. Почему? Дело в том, что, когда не стало Веры, это моя очень близкая подруга, я приезжала всегда, когда... Раз в месяц раз всегда. Значит, ей осталось в квартире. И Верочка, будучи добрым человеком, она всегда старалась всем помочь. Она приютила Люду, она приютила Марью Ивановну, которую вот сейчас обезножила. Более того, она приютила уже третью старушку, Александру Петровну. Вот. И очень добрый человек, но у неё в последнее время болело сердце. Она... Мы с ней поэтому ввели разговор. Она говорит, а что будет, что со мной не будет? Я тебе завещаю квартиру, ты продолжишь это дело. Я ей обещала. И я это слово как... И так я помогала, когда я приезжала к вам и ухаживать за Марией Ивановной, и деньгами помогала, и с дачи всё привозила, и я, и дочь даже помогала. Это слова. Это пока слова. То есть мы помогали всё время. И я ей дала слово, что всё останется как было. У меня есть квартира, где я живу вместе с дочерью, с дятем. Нам хватает, нам другого не нужно. А эта квартира, по её завещанию, ну это как, так сказать, по-божески, я не могу иначе её распорядиться. Эта квартира будет для помощи бездомным людям. Вот они втроём сейчас там жили. То есть у вас есть чёткое, абсолютно намерение продолжать то дело, которое... Абсолютно. Мы говорили про то, что мне будут помогать мои, значит, близкие-то дочери, я буду помогать деньгами. Мы всё это продолжим. Почему я говорю, что ей нельзя выделять часть? Дело в том, что человек непредсказуемый, характер взрывной. Ухаживая за бедной Марьей Ивановной, она могла ей помочь, она могла её и ударить. Ну, не ври уже ударить, что это такое ударить? Об косяк, может, случайно раз. Это всё было. Далее. Дело в том, что она не всегда проживала за эти полтора года. Она периодически уезжала к своим родным. Она говорила, тут она говорит, никого нет. До этого она говорила, у неё есть братья и сёстры. Она ездила к ним в Калугу. Это с чего вы это всё взяли-то? И в последний раз она уезжала этим летом. Это был июль. В это время у неё прописка временная закончилась, и у неё около месяца не было никакой прописки. Ваша честь, у меня у подруги просто случились неприятности. Я уехала. Я что, не имею права из дома выйти? И сколько отсутствовало здесь? Она отсутствовала около месяца. Она отсутствовала около месяца. У неё вообще не было никакой прописки. Это не в первый раз. Она несколько раз... Вы говорите, у вас выписка, да, есть из дома выйти? Да, у меня есть выписка из дома выйти. Передайте, пожалуйста, сюда. Вот здесь у меня все... Я отдаю тогда... Свидетельство направлено на следствие и о том, что вы собственница в квартире. Свидетельство направлено на следствие. Здесь все мои документы. Ой, болтушка. То есть она была некоторое время не прописана и находилась не на иждивении. Вот это был июль месяц. Истец, куда вы уезжали? В Калугу к кому? Я уезжала у меня у подруги, случились неприятности. То, что она говорит, что я ездила к каким-то родственникам, ну, это выдумки. Более... А за чей счет вы ездили в Калугу? Ну, мне Вера Павловна... Вам Вера Павловна денежные средства выделила какие-то? Ну... Вы же там проживали. Сколько у вас не было? Месяц? У меня там какие-то все-таки оставались, там с дачи, там с магазином... Там что-то ходил же я в магазин, и я... Ну, на дорогу я собралась. Ну, что, целый месяц в Калуге вы на сдачу с магазина прожили? Нет, я ездила к подруге, у нее были проблемы, я на подруге деньги жила. По приезде она рассказала, что она ездила к своим братьям и сестрам, которые страшно подлые люди. Ну, это выдумки. И она не хотела отсудить часть квартиры, не удалось. И она сказала такую фразу, ну, ничего, я с ними разделаюсь, дословно. Ну, вот вы сейчас проживаете в этой квартире, фактически со смертью Веры Павловны ничего не изменилось, да? Ну, пока нет. То есть, да, пока нет. Ну, а чего вы боитесь-то? Почему вы сейчас решили, решили, что хотите стать со собственником этой квартиры? Да, решили, что имеете право наследовать после Веры Павловны? Что меняется-то? Я же не на квартиру, а на долю по закону. Она уже меня здесь грязью облила так, что уже ясно, что она меня выкину, прям первую из этой квартиры. Люда... Так, ответчик, у вас еще свидетель заявлен, да? Свидетель заявлен у вас? Да, свидетель. Пригласите, пожалуйста, свидетель ответчика в зал. Люда, я никогда в жизни не говорила, что я кого-то из трех проживающих об этом речи не было, не может быть, никогда. Я уже вижу, я уже слышу. Но ведь не я подала на какой-то раздел. Люда, это ты подала на раздел. Я не раздел, а долю. А долю я хочу. Так, стороны, стороны, все успокоились. Я хочу обезопасить себя. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Малайкина Мария Ивановна. Мария Ивановна, я так понимаю, вы тоже проживаете в квартире, вот да? Да, я проживаю в этой же квартире, Ваша честь. И я проживала вот до момента смерти Веры Павловны, по временной регистрации. Вот у меня есть временная регистрация. Вы тоже были временно зарегистрированы, да, в этой квартире? Передайте, пожалуйста, через приставу. Угу. Я жила на ее иждивении. Вот так же, как Люда, так же и я. И в последнее время еще Александру Павловну, Веру Павловну пригласила. Александру Петровну. Прошу прощения. То есть сейчас вы втроем там проживаете в этой квартире? Ну вот у нас Людмила Павловна говорит о том, что хочет наследовать, все-таки считает, что имеет обязательную долю в наследстве. После Веры Павловны хочет унаследовать долю в этой квартире. Ну, я считаю, что нельзя Людмила выделять долю. Почему? Ну, потому что она, она злая. Она помогала мне. Благодарность у тебя прям прет. Прям прет. На руках я тебя вовлю. Истец, истец. Ну, помогала, да, я не спорю. Но она очень грубила и стукнуть могла. Да у меня характер просто такой. Ну, Ваша честь, ну, я вот как бы, ну, на руках носить человека, естественно, нервы иногда сдают, но на руках-то я ее носила. Понимаете, она мне часто говорила, что вот все у нее плохие. И Ольга Дмитриевна плохая, и родственники плохие, все плохие. Все понятно. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Исковые требования об установлении факта нахождения истицы на иждивении умершей и о признании за ней права собственности в порядке наследования по закону на долю квартиры, принадлежащую умершей, оставить без удовлетворения. Суд отказывает в иске, поскольку факт нахождения истца на иждивении у умершей юридического значения не имеет и правовых последствий не порождает. Потому что истица, находясь на иждивении у умершей, постоянно совместно с умершей, в течение года перед ее смертью не проживала. Это подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания в квартире, а также свидетельскими показаниями. Сам факт оформления истицы регистрации по месту пребывания, то есть временного проживания, а не регистрации по месту жительства, подтверждает, что нахождение истицы в квартире умершей носило временный характер. Истица не относится к категории наследников по закону, поэтому могла бы наследовать как лицо находившееся на иждивении умершей при условии, что, будучи нетродоспособной и находясь на иждивении, она с умершей проживала в течение года непрерывно. То есть у нас есть наследники по закону, семь очередей. Вы не являетесь этими наследниками, в эти семь очередей не входитесь. Ответчик наследовала по завещанию, это другой порядок. У нас есть наследование по закону, есть по завещанию. То есть поскольку вы не входите в этот перечень, но законом предусмотрено, что, да, действительно, вы имеете право на обязательную долю, но если вы нетрудоспособны, находились на иждивении и проживали год совместно с лицом, у которого вы находились на иждивении. Поскольку год вы не проживали, и ваше нахождение в квартире согласно регистрации носило временный характер, поэтому суд вам в иске отказывает. Только на основании этого. Понятно решение суда страна? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я не понимаю, почему такое несправедливое решение. Я прожила в квартире год, была иждивенцем, и я считаю, что это несправедливое решение совершенно. Я рада, что я стала законным собственником квартиры Верочки. Я буду продолжать ее дело, и все бабушки, которые жили, включая Людмилу, будут продолжать у меня жить, и я им буду помогать. Я очень этому рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!